Здравствуйте, дорогие друзья! С вами канал «Философское мнение» и его ведущий я, Дмитрий Круглых. И сегодня у нас в гостях Бойкова Ирина, студентка 4-го курса философского факультета МГУ, автор и ведущий канала «Практическая философия», где она рассказывает про энергетику, про связь с философией, вот как правильно понять себя, достичь. И вот для того, чтобы определиться с этими вообще всеми вещами, я пригласил для разговора о Юнге и о его бессознательном. Программа «Философское мнение» – это интервью с молодыми специалистами из разных областей науки и искусства. С нами интересно. И подписывайтесь на наш канал. Ну и тогда давай начнем с самого первого вопроса. Вот сейчас постоянно идут речи про развитие личности. Мы с тобой знаем на самом деле, что все вот эти вот развития личности и так далее, они на самом деле, так или иначе, уже были проработаны в психологии, в философии. И вот есть такое понятие, как индивидуация. Что это вообще такое и какое отношение это понятие имеет к Юнгу? Да, ты правильно заметил, что уже неоднократно разбирался вопрос развития личности в философии. Но у Юнга мне особенно нравится эта концепция, потому что она связана с психикой, она связана с человеком, с его обращением внутрь себя. И что интересно, вот это обращение внутрь себя, Юнг же придумал вот эти термины «интроверт» и «экстраверт». И вот эта интроверсия сейчас, ну, даже проводили такие исследования, опросы, что большая часть людей становится интровертами. То есть они углубляются в себя, они начинают изучать свой внутренний мир, пытаются понять себя. И у Юнга как раз есть статья, называется «Про душу современного человека», когда человек наконец-то хочет понять, ну, вот как раз-таки расшифровать всё, что у него творится в душе, и он обращается, правда, не туда. Да, вот из разряда, когда ты хочешь найти сокровище, и тебе на пути попадается очень много мишуры. И чтобы найти это сокровище, нужно пройти путь, нужно уметь не искушаться. В общем, это, конечно, очень абстрактно звучит. На примере могу привести, что очень много интереса сейчас вызывает астрология, хиромантия. В Инстаграме открываешь как раз-таки карты Таро, тебе придут целый спектр разных инструментов, на которых можно, с одной стороны, навариться, ну, понятное дело, а можно действительно их использовать как инструменты в самопознании. Но, к сожалению, это сложно сделать, потому что очень много поверхностных людей, которые пользуются астрологией и прочими вещами. Как такая вообще антинаучная штука, как карта Таро, астрология, ну, потому что это вот все любят произносить, и я в том числе. А почему для Юнга это становится именно способами для самопознания? Потому что Юнг, он, как мы знаем, если мы знаем, что он вел такую концепцию коллективного и бессознательного, в которой по содержанию на самом деле до конца им еще не исследовано, и у нас огромное поле для исследования. И что интересно, вот это коллективное и бессознательное, оно содержит так называемые архетипы. Что такое архетипы? Архетипы — это такие, я их называю формы, в которых нету еще содержания, но они, в них есть некоторое, как бы можно сказать, некоторое значение. Проще это сравнить с ролью в театре. Например, есть роль Гамлета, роль Офелии, Ромео, Джульетты, А люди, которые исполняют эти роли, всегда разные. И роль эту можно всегда по-разному исполнить. И когда архетипы — это вот так называемые роли, неозначенные, которые, когда не изливаются в сознание человека, они наполняются как раз-таки самим человеком, тем или иным образом. В каком смысле не изливаются? А как они, да, не изливаются? И что такое коллективное бессознательное? Ну вот смотри, коллективное бессознательное — это Юнг постулирует его как общий пласт психики, общий глубинный пласт. Общий тоже на примере будет хорошо показать, не в том смысле, что одинаковый, что там, грубо говоря, психика у нас одинаково устроена. Нет, он именно общий. Как, например, мы открываем страницу какого-нибудь сайта, ну пусть будет Яндекс, и если там главную вот эту вот страницу поменять, она поменяется у всех. И вот такая вот главная страница бессознательного, наполненная огромными содержаниями, чуть позже о них, и она как раз-таки общая, что очень интересно. То есть, ну вот действительно, это похоже на какие-то такие страницы, которые обновляются у нас, да, их дизайн, может быть, но обновляются для всех. То есть вот такое глобальное обновление. А вот хорошо, то есть это, условно говоря, то, что связано с обществом, да, в первую очередь, да, то есть совсем не только со мной, да, но и с другими. А как же тогда, вот условно говоря, вот с этими страницами, да, с тем, что не изливается, как раз будут соотноситься архетипы? Смотри, только там не страницы, проще это как один огромный сайт, в котором мы все своей психикой живем, глубинный, бессознательный. Что касается... То есть мы сами эту страницу создаем, правильно? Нет. Ну, смотря, что ты имеешь в виду, мы сами, что такое мы сами? Сознательно мы ее не создаем. Ну, не бессознательно, естественно. То есть она была создана и до нас, условно говоря, и мы к ней как бы просто подключаемся. И в тот же самый момент мы в нее тоже включаемся, правильно? Мы к ней всегда. Мы с ней всегда, вот эта бессознательная... Что важно заметить, у Фрейда как было? Было сознание, было личное бессознательное. Личное бессознательное, которое содержит вытесненные всякие, ну, собственные переживания, страхи, подавленные эмоции. А Юнг хорош тем, что он вводит именно вот это вот коллективное бессознательное. И это тоже вот этот вот наш общий пласт психики. Юнг выделяет несколько архетипов. Вообще его последователи выделили сейчас до 40, но Юнг выделяет 6 основных. Это архетип эго, архетип персона, тень, анима, анимус, самость и архетип индивидуации. Также на примере обозначу, что такое архетип персона. Персона это наша социальная маска. То есть как мы себя ведем в обществе, как мы себя позиционируем. И обычно персона содержит самые лучшие качества, которые мы одобряем себе, которые нам нравятся, которые мы не стыдимся показывать. А архетип тени — это такая обратная сторона персоны. Он совпадает как раз-таки с личным бессознательным. И вот этот вот архетип тени содержит именно наши недостатки, то, с чем мы не согласились, не захотели в себе принять. И мы это подавили. Что касается архетипов, то, что я сравнивала их с ролями, важно понимать, что архетип — это такая штука, в которую мы как бы примеряем вот эту роль на себя, мы примеряем ее не сознательно, а это как из глубины психики выходит некоторое, можно сказать, либо желание, либо какой-то мотив, либо настроение. Опять-таки... Так, а вот здесь всякие архетипы, потому что вот мне всегда казалось, что вот эта вот всякие персона, тень — это структура психики по Юнго, а архетипы — это вот типа мужское, мужчина, женщина, прошу прощения, отец, мать, например, ребенок, архетип ребенка, который встречается в мифах. Или нет? Или я где-то ошибаюсь? Нет, ты не ошибаешься, потому что архетипы, они очень разнообразные по своему качеству. Может быть, архетип матери, вот, ну, то есть женщина рожает ребенка, можно сказать, наступает в ее жизни архетип матери, который длится, ну, всю ее жизнь. А бывает архетип временный, короткий, который длится, ну, совсем недолго, проявляется он как вот именно какое-то такое настроение, которое Юнг часто пишет о том, что архетипы, они именно захватывают нашу психику, проявляется это периодически как наше собственное желание. Например, архетип героя. Ты хочешь, ну, там, я не знаю, ты выходишь на улицу, у тебя свои собственные цели, желания, и вдруг ты видишь, что женщине стало плохо. И ты бежишь, и эту женщину, ну, ты отодвигаешь все свои планы, потому что в тебе возник порыв, вот, ты понял, что ты должен эту женщину спасти. И ты бросаешься на нее, ты ее исцеляешь, грубо говоря. Женщина спасена, и ты, ну, как бы, ты приходишь в свое сознание, понимаешь, что все твои планы нарушены, но ты не мог иначе, через тебя явился вот этот вот, точнее, ты попал под архетип героя, можно так сказать. Вот. А что касается психики, да, конечно, персона, тень, они описывают психику, и они ее описывают всю нашу жизнь. Вот эти два архетипа, мы присутствуем в них. Например, Анимо-анимус. Анимо-анимус тоже женское, мужское начало. Вообще, в него достаточно запутанно, это описано, потому что, хотя, почему запутанно? Например, вот ты мужчина, а в глубинном пласте бессознательного содержится архетип аниме, женщины, и он периодически в твоей жизни проявляется по-разному. То есть, эту роль для тебя будут играть разные женщины. Ну, например, твоя девушка, или, ну, изначально это как раз Юнг пишет, это мать, сестра, потом там, женщина какая-то, ну, жена. бывает такое, что никогда не встречаешь, например, свою вторую половину, но вот этот вот архетип настолько чувствуется, настолько ты чувствуешь женское начало, что ты более-менее целостный, потому что анимо-анимус, они уравновешивают друг друга. Вот. Ну, в общем, вот этот архетип, он проявляется, может проявляться в тебе самом, а может проявляться в людях, которые тебе встречаются. Так, а анимус? Анимус, ты в нем, да, всю жизнь получается, он актуализирован, а у женщины наоборот, у нее анимо актуализировано всегда, и анимус потенции, и вот, да, если какие-то условия сходятся, то она с ним встречается с этим анимусом. Кстати, а вот, ну, у него, я не знаю, просто такие темы, мы не понимались, не понимались, а вот, допустим, предположим, да, различные трансгендеры, вот у них, можно ли концепцию Юнга вот с анимо-анимус приложить как раз к ним, или нельзя? Можно, да, причем Юнг пишет, что, что мы это, мы рождаемся, грубо говоря, как бы, это просто один наш полюс, собственный, собственная вот эта женская часть или мужская, она просто в другую сторону развернута, можно так сказать. И трансгендеры, это именно те, которые, у которых, можно сказать, психически развернута в обратную сторону, но телесно, они мужчины или женщины. То есть, по сути, если ты встречаешься с мужчиной, который чувствует себя женщиной, ты встречаешься с женщиной. Ну, здесь я добавлю небольшое, такое, просто личное наблюдение. сегодня как раз ходила на укладку, и мне укладку делала такая женщина в мужском обличии. И я обычно всегда чувствую мужскую или женскую энергию. Мне было так интересно, почувствую ли я женскую, но, к сожалению, я не почувствовала вообще никакой энергии. Я подумала, может быть, она настолько целостная, что... Ну, то есть, мужскую энергию я не чувствовала вообще. Вот, но это так. И женской тоже. И женской тоже. Я думала, сейчас я почувствую вот этот... Что-то такое, но не было. Вот это вот как энергия, она проявляется? Она проявляется именно в... условно говоря, в поведении другого человека или просто в вдвоем ощущении от другого человека? В моем ощущении от другого человека. Потому что вот этот парень, парикмахер, он... он очень красивый, он очень ухоженный и он манерный такой. То есть, он вел себя абсолютно как женщина. Но, вот, например, когда я нахожусь рядом с мужчиной, я чувствую, что это мужчина. Я именно чувствую какую-то защищенность, безопасность, силу, вот эту энергию мужскую. А когда с женщиной, наоборот, что-то нежное, теплое такое. Мне... Я раньше сама думала, что это... Ну, как бы ты просто целостный образ считываешь и потом переносишь на это свое отношение. Оказывается, нет, потому что вот этот пример сегодняшний... но я на самом деле, вот, с одной стороны, я знаю вот эту вот концепцию Юнга, там, анима, анимус, что, вот, условно говоря, в нас действуют вот эти вот силы и так далее. С другой стороны, то есть, когда у меня тоже свой определенный личностный рост происходит, вот, и когда я начинаю, например, перечитывать Юнга и так далее, у меня в голове начинает формироваться такая мысль, а не сексистски ли это все? То есть, вот, если так вообще представить, да, то есть, с одной стороны, мы с тобой, да, обсуждаем вот эти вот темы и прекрасно, да, ну, я думаю, что мы друг друга понимаем, о чем мы говорим. И мне кажется, что это вот такая тоже, может быть, не совсем, то есть, правильная тема, которую вот Юнг, да, тоже обозначил, что, условно говоря, женщина, она должна быть всегда какой-то мягкой, там, это уже я от себя, Диму, да, а, это уже от себя, да, он про энергию, про вот эту вот эту вот эту. Нет, про энергию понятно, в любом случае, у него вот там есть основная часть, где он говорит, что аниме и анимус, то есть, в какие-то моменты, в краткосрочные, даже мужчина, да, он может проявлять, условно говоря, какую-то такую женственность, да, даже если он прям мужественный такой, да, и так далее, он может проявлять вот это вот женское начало. Вот я сейчас так немножко, вот уже немножко, да, таким вот опытом немножко своих лет тоже рефлексирую, я понимаю, что вот в этом тоже есть какой-то такой небольшой сексизм, то есть, как мне кажется, да, то есть, наделение того, что вот, условно говоря, вот женщина это вот что-то такое мягкое, нежное, хрупкое, вот, поэтому мы просто, наверное, пересказываем вот в этом плане какие-то отдельные элементы Юнга, который не был знаком вот полностью с, скажем так, как с феминизмом и так далее, и ему надо было просто, ну, обосновать какие-то черты, которые живут в обществе и проявлялись в его время в том числе. Так, у нас есть персона, тени, анима и анимус, и четвертое, что у нас? Так, четвертое у нас самость, ну, это, пятое получается. Рассказать про самость? Да, про самость. Ну, самость это такое, это такое, что вообще, можно назвать, в принципе, условно, это божественным началом. А божественным ближе всего будет здесь буддийская концепция, например, природа Будды, Буддовость, Татхата еще называется в буддизме. Это именно вот такое, я почему-то представляю это начало, как такой яркий свет, разумно любящий. И, да, он содержится, естественно, в глубинной психике, вот этом, бессознательном. И он направляет человека, можно сказать, в область духовной эволюции. И, как раз-таки, здесь и включается индивидуация. Вообще, вот этот архетип самости, он мне напоминает почему-то пирата, нет, не пирата, в общем, моряка за штурвалом. За штурвалом, который вот этим вот кораблем, индивидуацией управляет в море бессознательном. Вот. Это, кстати, очень напоминает, прошу прощения, что я прям врываюсь, мне это очень напоминает отчасти Платона с его концепцией души, где он, да, предлагает, что с одной стороны у нас черный конь наше желание, вот, а с другой стороны белый конь, который добродетельный, и над этим всем стоит разум всадников. мне кажется, вот здесь тоже такой очень интересный параллель найти между Платоном и Юнгом как раз, то есть, мне кажется, что тоже можно вот как-то, но Юнг, понятное дело, что у него вот он в коллективное бессознательное уже уходит. Вот, с Платоном у них действительно есть много общего, и, например, вот это вот аниме, анимус, это как раз-таки можно сравнить с платоновским андрогеном, про который он говорил, что изначально люди были целостными, а потом нечто произошло, и они вот так вот разделились. Но здесь, смотри, вот, что я имею в виду про вот эту самость, она, она именно, ее заслуга, заслугой, роль состоит в том, чтобы помогать человеку духовно расти, духовно-нравственную, вот то, о чем мы говорили в начале, то есть вот эта индивидуация, личностный рост, действительный личностный рост, действительное духовное развитие, оно направляется самостью. Как самость его направляет? она как бы двигает вот эти пласты бессознательного, она помогает архетипам тем или иным в нужное время, в нужном месте не заливаться в сознании людей. И здесь вот очень резонный вопрос напрашивается, зачем и почему вот эти архетипы вплывают в наше сознание, почему они одерживают над ним какую-то власть и мы еще и не свободны получается, да? А в том и состоит главная идея индивидуации в том, чтобы синтезировать сознание с бессознательным. А именно, например, на нас спускается какой-нибудь архетип, архетип лютой злости, ненависти к человечеству. Ну, нет, это ну да, в принципе, это можно реализовывать в войне, а может быть это просто несколько дней, один день. И что правильный синтез подразумевает то, что ты не идешь на поводу архетипа, то есть бессознательно и хаотично бежишь эту злобу реализовывать, кого-нибудь убивать. Нет, ты вот эту вот злость синтезируешь тем или иным способом. Можно ее осознавать и терпеть. Можно ее, вот, как раз-таки у Фрейда была идея, и у Юнга, кстати, тоже сублимировать во что-то положительное. Ну, проще всего негативные эмоции в спорт сливать. Вот, в общем, мы это синтезируем и таким образом происходит расширение нашего сознания и уже в следующие разы вот эти вот архетипы не будут иметь такую большую силу, уже эта злость будет гораздо менее интенсивная и со временем проработки мы уже не будем эту злобу испытывать и ненависть мы будем чувствовать, да, как будто налетели мухи. они жужжат, но мы на них не обращаем внимания, нежели как это в начале было то, что нами прям-таки руководило. А вот как сделать из вот такой вот большой-большой черной тучки, тучи огромной, да, ненависти, злобы, то, что, условно говоря, да, может превратиться? Как вот, то есть, понятно, что этот процесс, он происходит, но не у всех. Я думаю, что многих интересует вопрос, каким образом вот это вот, Юнг это описывает или не очень? Да, он описывает опять-таки концепцию индивидуации, но у Юнга его последователи уже потом конкретизировали вот этот момент. Он говорит, что процесс индивидуации это целенаправленный процесс, в котором не все могут пойти, потому что, когда ты начинаешь индивидуализироваться, ты первое, что ты должен сделать, это встретиться со своей тенью. и здесь просто должен свет погаснуть. Бой с тенью. Да, что, ну, как бы, ты встречаешься с собственными недостатками, совсем, он это прям таки называет зловонной кучей своей души, и ты должен это, мало того, что увидеть, ты еще должен признать это, сказать, да, я ленивый, да, я злобный, противный и так далее, и уже после того, как ты признал, не опускайся лапки, тут просто история из жизни есть забавная, было общество алкоголиков, это не про меня, это знакомый, вот, анонимных алкоголиков приходит, и у них первая стадия это признать, что я алкоголик, вот, и он пришел и признал, что он алкоголик, ему так понравилась эта стадия, что он на ней остался, он признал, да, я алкоголик, и все, вот, а индивидуация это то, что ты сначала признаешь, что ты нехороший, а вторым шагом ты начинаешь искать путь, по которому ты будешь себя развивать и избавляться от вот этих негативных качеств, вот, ты говоришь, как, Юнг говорит о том, что мы общаемся, мы можем общаться бессознательно, каким образом мы с ним можем общаться, посредством символов, посредством снов и вот таких, можно сказать, образов, которые мы даже сами специально можем вызывать. то есть есть определенные какие-то символы, которые нам являются, кстати, у меня с Юнгом тоже связана очень достаточно интересная история, я ее прям очень так полюбил, в общем, значит, рассказываю я студентом, значит, о том, что вот Юнг, там, к нему пришла девушка какая-то на сеанс, вот, и он ей, значит, вот, рассказывает, что вот, если вам там видится дракон, еще что-то, то вот, там девушка, у нее какая-то была ситуация, я сейчас ее досконально не помню, в общем, о том, что ей вот привиделся дракон, он на нее полетел, ее там сажал, и так далее, ну, вот, Юнг, значит, советует, ну, значит, не общайтесь с этим человеком, вот, что это символизировало, скорее всего, этого человека, и так далее, и в моей жизни тут, прям, вот, значит, снится тоже, что человек превращается в дракона, там, вот, такая вот метаморфоза происходит, причем, я же сам это все преподаю, вот, конечно же, я это не послушал, он думал, о, забавный, веселый сон, классно, и так оказалось, все как по Юнгу, человек действительно вот в край меня просто предал максимально, вот, то есть, вот, здесь вот, да, переходим к такой части, как раз это символическое, вот, мне кажется, что я здесь вот как раз привел вот этот пример, как вот символы с нами общаются, и как общаются бессознательно, а какие еще есть символы, с которыми, вот, наше сознание бессознательно, они общаются? Угу, вообще, символы, это очень интересная тема, Юнг очень подробно это все разбирает, и, ну, наверное, с чего стоит начать, это сказать о том, что символ, это то, что имеет под собой очень много значений, то есть, нету такого, что один символ означает что-то одно, иначе бы, ну, мы бы не смогли этим пользоваться, поэтому, что интересно, почему мы можем, каждый человек, на самом деле, может интерпретировать свои сны, может интерпретировать, вот, то, что я сказала, посредством, образом, как мы общаемся с бессознательным, это можно нарисовать картину, ну, пусть оно будет страшное, но нарисовать, вот, ни о чем не думая, просто нарисовать что-то, что тебе захочется, и ты сам это можешь интерпретировать, тебе не обязательно, там, лезть в энциклопедию символов, почему, потому что, как правило, мы все равно, как бы, означиваем то, что и так плавает на поверхности нашего сознания, на поверхности психики, но начал людям, особенно западному человеку, очень тяжело поверить в то, что это имеет какое-то значение, куча мыслей, куча каких-то интенций, куча информации, которая болтыхается у нас в сознании, мы не обращаем внимания, но на самом деле, на такие вещи стоит обратить внимание, и вот как раз таки, когда мы рисуем картину и начинаем ее интерпретировать, мы как раз таки просто даем наглядный образ собственным мыслям, собственным посылам психики, и можем уже это прочитать, то есть, что нам бессознательное сказал. А ты спросил еще, какие символы есть вообще, но, конечно же, есть символы, которые для всех общие, как ни странно, коллективно, бессознательно и общие, символы общие, ну, например, символ четырехугольника и треугольника, очень, на самом деле, мне кажется, очень математическое такое объяснение, например, четырехугольник это устойчивость и целостность, и он пишет, что это как бы нечто хорошее, если треугольник, то здесь стоит насторожиться, потому что треугольник, с одной стороны, он, это как такая, это треугольник, как положительная часть четырехугольника того же, а если мы соединим, с другой стороны будет отрицательная часть, то есть, если четырехугольник это целостность, то каждый из треугольников будет символировать ну, там, черное-белое, имя-я-на, зло-добро, вот такие символы, тоже могу привести на собственном примере, мне снился сон, у меня два сна снились, которые сбылись, и тоже очень символично было, и когда я посмотрела в соннике, как бы, я получила ответ, который я и сама уже знала, только подтвердила мысль, к примеру, мне приснилось, мне приснилось, что, ну, тут тоже маленькая предыстория есть, я много лет занималась художественной гимнастикой, и и все не шло, как-то не те выступления, не тот тренер, не та команда, и я просто впахивала, и ничего не получала за это, никаких ни наград, ни ничего, но однажды мне приснился сон, что я на сцене стою в белом, и из-за руки у меня какой-то луч света светит, вот, потом, я почувствовала, вот, важно, Юнг говорит о том, что всегда нужно следить за своими эмоциями, и чувствами, рационально разгадывать символы, бесполезно, именно чувствовала, чувствовала в том, что же это все-таки значит, вот, и я почувствовала, что вот этот белый цвет, что это какая-то победа, что это что-то, что-то такое новое, и в руке что-то было такое яркое, светлое, и потом, через месяц, мне предложили участвовать в групповых занятиях, и эти групповые занятия были с лентами, с желтыми лентами, вот, то есть вот такой вот символизм, который можно самим интерпретировать, именно вот чувством, и смесью чувств с разумом, вот. Да, то есть, наше, условно говоря, коллективное, бессознательное, дает нам вообще понять, что с нами произойдет, то есть, одну из возможностей, я так понимаю, правильно? Да, тут тоже, я не знаю, наш зритель, не будет ли замучен, вот этими сложными концепциями, потому что Юнг, он действительно, его, мне кажется, надо изучать очень постепенно, очень большая иерархия понятий, у него, и идей, и вот то, что ты спрашиваешь, просто коллективное, бессознательное, оно не темпорально, в нем нет времени, можно сказать, что и прошлое, и будущее, в нем, вот как в таком мешке, оно уже есть, будущее есть уже сейчас, но для нас, поскольку мы живем во времени, оно, как бы, это будущее, только потенциально, то есть, когда наступит, такое-то время, оно актуализируется, и поэтому, бессознательное, оно, как бы, уже знает, что будет, вот, если, ну, как бы, тебе снится сон, или ты гадаешь, ты можешь, ну, как бы, за ниточку вытянуть, вот этот вот смысл, который только настанет во времени, но есть уже сейчас. Ну, и вот мы, как раз поговорили про Юнга, про его концепцию, у меня такой главный, наверное, вопрос, а что для тебя такое философия? Для меня философия это процесс выявления закономерностей этой жизни, сопровождающейся тем, что ты, когда ты познал вот эти закономерности, ты стараешься жить согласно им, развиваться, осмыслять свою жизнь, меняться к лучшему и становиться счастливее. И как раз таки философия в этом очень хорошо помогает. Я на собственной шкуре это испытала. Спасибо. С вами был канал Философское мнение. Обязательно подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на канал Практическая философия. Мне не забывайте донатить, потому что я вот без работы остался. Вот, пожалуйста. Поэтому донатьте и подписывайтесь на этот канал, распространяйте знания о Юнге. И до новых встреч. Увидимся на нашем канале.